Что такое семь уровней любви? Вы их проходили? Расскажите поподробнее, если это так. И как вы это отслеживали? Как вы это осознавали? И в чем это происходит? Сегодня гость моей студии – выдающийся ведический астролог Евгений Лепихин. Которая поделится с нами знаниями о том, какие признаки, качества и трансформации происходят с нами во время перехода всех этих семи ступеней. Семи ступеней по чакрам. Давайте поприветствуем гостя, потому что от того, насколько наше сердце открыто, наш разум готов, тогда приходит гуру. Дорогой Женя, здравствуй. Всем здравствуйте. Очень рад со всеми быть знаком. Сегодня мы говорим о любви на самом деле. И ты правильно говоришь. Любовь, она всегда идет по нарастающему. Мы движемся от большего к большему. Но как любая река, которая протекает через определенные берега, имеет свои, в общем-то, и уступы, и извилины. Она разливается иногда, но в конечном итоге попадает в море и океан. И точно так же и развивается наша любовь. Поэтому уж если мы знаем, что все семь чакр, которые как радуга в нашей жизни играют важную роль, естественно, они все переливаются. Не будь вот этой радуги между людьми, как бы мы друг друга узнавали. Знаешь, как мы говорим, да, птицы одного пера летят вместе. В астрологии люди, скажем так, соединяются. Если есть что-то, что их объединяет, это обязательно будет судьбоносно. И вот кого-то, конечно, объединяет на некоторое время, кого-то захватывает сильно, а кого-то навсегда. Поэтому, Катенька, у нас очень хорошая роль. Мы всегда влюблены в эту жизнь. И мы любим любить. Да, на самом деле, именно мы влюблены в эту жизнь. И поэтому, как мы смотрим, что с нами происходит, точно так же мы понимаем, как это и в других выражается. Вот. Поэтому, естественно, если мы говорим, что женщина и мужчина, они, знаешь, как-то встречаются взглядом. И сразу же у нас возникает импульс возбуждения. И сначала, как вот по курсу, например, фейс-йоги, мы знаем, что глаза – это наша чакра анахата, которая встречается друг с другом, мы переливаемся, глаза дают импульс. А разговор на уровне уже третьей чакры, которая управляет нашими губами, дополняет этот, знаешь, как бы принцип объединения. И тогда мы что-то друг другу говорим, хорошие слова, мы признаемся в любви. И тогда опускается все на уровень уже первой чакры, и взаимодействие полностью произошло. Так вот, этот путь на самом деле кажется очень быстрым. На самом деле, все-таки в течение периодов, которые мы можем рассматривать по астрологическим событиям, это все не так уж и просто. Знаешь как, есть люди, которые быстро входят в отношения, а есть люди, которые очень медленно входят. Так вот, все зависит, конечно, от наших чакр, от того, насколько они раскрыты, насколько мы действительно доверяем другим людям и можем с ними быть на одной волне. Вот, поэтому, ну, начнем с того, что сначала, конечно, мы получаем эффект влюбленности. И это как раз на уровне муладхары чакры. То есть первичное такое притяжение, которое происходит через прельщение или обольщение. То есть это такой букетно, цветочно-букетный, да, период. И, естественно, это как период, ну, в котором мы все думаем, что мы немножко лучше, или мы вкладываем самое, ну, скажем так, чистое, непорочное как раз в другого человека. Мы не видим веснушек каких-нибудь, мы не видим каких-нибудь лопоухих ушей, но мы желаем этого человека. И вот эта вот сердечность, влюбленность, она как раз начинается с самого простого. Вот. Но потом наступает, к сожалению, пресыщение. Вот. И слава Богу, что мы успеваем друг с другом так соединиться, что даже пресыщение не нас... Да-да-да. Мне бы хотелось добавить, как женщине, да, действительно, первый уровень чакры – это муладхара. Это то, насколько ты наполнен жизненной силой, энергией. Если женщина здорова, то она сексапильна, она транслирует в общество силу. И мужчины, естественно, ее замечают. Более того, когда женщина здорова, у нее есть энергия на партнера. Ей есть дело до того, как она выглядит, насколько она притягательна. То есть она – это женщина, которая занимает активные жизненные позиции, которая сексуальна, которая... Еще раз декларирую это слово. Именно преисполнено здоровье. Вот это очень-очень важно. И цвет чакры недаром красный. То есть привлечь внимание, увлечь, соблазнить. И даже многие мои ученицы декорируют спальню красным цветом. Для того, чтобы вот эта вот неистовая энергия яркого проживания жизни, страсти присутствовала, они ее наполняют именно цветом этой чакры. Итак, жизненная сила. Первый, самая первая чакра, которая должна нас привлечь. То есть attract – есть такое английское слово, когда мы привлекаемся на яркость. Недаром сказано – встречаем по одежке. И женщина одевается ярко, чтобы привлечь мужчину. Как раз на уровне первой чакры. То есть, вот знаете, как будто бы бросить, как говорят, бисер в глаза или пыль в глаза. То есть произвести первое впечатление. Яркий, фэшн, смелый, отважный. Да, вот она первая. Первый импульс. Главное – увлечь. А потом, конечно же, все переходит на более тонкий уровень. Уже есть контакт, есть ли о чем поговорить, есть ли вот какая-то сексуальная притягательная энергия или все осталось на прежнем уровне. И дальше должен быть вот некий именно контакт интересов, контакт и не янь. То есть, как я тебя чувствую. И я начинаю подстраиваться к твоему божественному лингому, к твоему характеру, присматриваться. А в чем твоя экология, как тебе нравится. И я становлюсь наблюдательницей и начинаю обнюхивать своего партнера, потому что тот запах, который присутствует в моем партнере – это очень важно. Я по этому запаху могу очень многое, что рассказать об этом человеке. Даже о его мировоззрениях, об его образе жизни, о его питании, о его режимности дня, расписании, об его интересах. И вот эта более тонкая сонастройка второй чакры, которая именно сонастраивается в партнерстве. И здесь мне очень важно направить все свое внимание, весь свой второй энергоцентр свадьистана, чакру, сексуальную энергию на вот этого мужчину. Я сижу сейчас и слушаю, что говорит мой партнер, мой божественный гуру Евгений Лепихин. Я думаю, как реагирует моя йони, как мой таз реагирует. И должна признаться, что с неистовым интересом. Женя, продолжи разговаривать про вторую чакру, потому что здесь вот самое, что ни на есть, явное возбуждение у женщин присутствует. Если мы говорим о первой чакре, то важно еще дополнить, что все-таки ею управляет на самом низу Сатурн, самая тяжелая, самая упругая, самая плацдарм, скажем так, напряжение, которое может нас объединить. Это как одна площадка. И мы тогда начинаем друг с другом входить в отношения. И нас встречает с Вадхистана. То есть на второй чакре в Вадхистане мы переживаем уже энергию Юпитера, который сам по себе, представляешь, Юпитер, это же планета, которая управляет детками, нашими плодами. То есть мы в землю кинули, семя, и теперь оно должно каким-то способом родиться. И вот как раз Вадхистана, второй энергоцентр, создает у нас энергию Юпитера, когда мужчина перерастает в отца. Мужчина, который... Из Марса превращается в Юпитера. Да. И, кстати говоря, можно даже посмотреть по карте рождения, какой у вас Юпитер. Если это Юпитер сильный, соответственно, и вы хороший воспитатель, ответственный руководитель. То есть человек, который может взять на себя какое-то управление. И так как у нас ум, скажем так, хаотичен, то вот как раз нам необходим какой-нибудь, ну скажем так, постулат, некий тезис, который бы нас объединил. И поэтому мы идем в ЗАГС, и мы расписываемся, потому что Юпитер заставляет нас... Брать ответственность. ...и спрашивает, а чем подтверждено ваше влечение друг к другу? И вот это и есть уже, скажем так, уже пресыщение происходит. Мы уже сроднились друг с другом. И в этом ключе мы становимся с тобой на одной платформе, которая говорит, я тебя буду воспитывать, а ты будешь воспитывать меня. Помнишь, как девочка говорит мальчику, я хорошая, а тебя мы исправим. И вот это и есть Юпитер, который говорит через девочку, что ты подходишь мне, мне есть что из тебя лепить. Вот это как раз и есть принцип, по которому взаимоотношения переходят в другую, следующую фазу. Когда мы начинаем, знаешь, нагнетать отношения друг с другом, я тебя меняю, ты меня меняешь, то наступает как раз вот это чувство отвращения. То есть что-то ты мне много, скажем так, говоришь. Что-то у тебя, знаешь, передоз какой-то происходит, если у тебя мужчина что-то говорит много. И вот этот принцип на уровне манипура чакры раскрывается уже как соответствие друг с другом, знаешь, как социальное уравнение. Мы должны настолько вместе соединиться, чтобы вот наша харизма, наш пупок, скажем так, пупок в пупок. То есть мы по-настоящему облагодарю. Это консолидировано объединялось между партнерами их, скажем, общих каких-то социальных воззрений, общего мировоззрения. Может быть, объединение миссии в виде служения этому миру каким-то общим проектом. Это поддержка друг друга на уровне самореализации. То есть когда два партнера являются друг другу коучами, которые не с палки в колеса ставят, а именно созидают. То есть они не доказывают друг другу, кто прав, а идут вместе в одной упряжке. И вот это очень важно. То есть мужчине не хватает где-то уверенности, женщина ему дает. И вот этот домашний очаг, и сердечность, и уверенность в то, что она его верит, и своими желаниями его подгоняет, и, скажем так, мобилизирует. Мужчина, пытаясь соответствовать и нравиться своей возлюбленной, начинает расширяться сознанием, соответствовать, идти вперед, понимая, какие ожидания на него возложены. И здесь, конечно, это партнерство, оно очень, этот тандем, он настолько, я считаю, созидательный, энергонаполненный, что люди, живущие в таком тандеме, и вот именно соединившись на уровне манипаура чакры, им мир подвластен. То есть они настолько сильны, и вот этот, ну, недаром это таинство было придумано Творцом, чтобы мир менялся, и кто, как ни люди, могут это помочь друг другу осуществить, но именно тандем мужчины и женщины на уровне воли, на уровне социальных каких-то, назовем, созданий проектов, обществ, коммун, коммуникаций, именно, вот на этом уровне происходят глобальные трансформации именно в Урбане, в социуме. Да, должна быть социальная сверхцель, которая нас с тобой объединяет. И каждый из нас... Вот давай расскажем на нашем уровне, как это происходит. Друзья, посмотрите, что происходит с нашим тандемом, и давайте его просто разберем по семи уровням любви. Первый уровень, когда на меня обратил внимание Евгений, вы знаете, Евгений очень славный астролог, у которого огромные очереди, и чтобы записаться к нему на консультацию, нужно ждать несколько месяцев. А я, знаете, ждать не люблю. И мне для того, чтобы в свое время привлечь Евгения, сделать мне такого рода консультацию без очереди, пришлось очень сильно поработать манипурой чакрой. То есть провести урок йоги ему, спеть мантру, облачиться в красивую нарядную одежду, а потом на уровне второй чакры заговорить с ним, приготовить ему божественную пищу, просад. И я начала с ним просто говорить, как я им восхищаюсь, а что такое астрология, мог бы он мне рассказать про дома, чем первый дом отличается от восьмого. Евгений, вы знаете, снизошел на меня, и со мной заговорил. И тут произошел контакт на уровне второй чакры. И сейчас мы осуществляем коммуникацию, донося для вас важность своей астрологической карты, знания астрологии. Друзья, это все, что вас ждет внутри клуба Кейт Спирит. Это духовные игры, так называемая лила, которая позволяет вам пройти все семь уровней любви и в бизнесе, и в отношениях, и по отношению любви к самому себе. Соответственно, после такого рода коммуникации с Евгением мы переходим на уровень социальной реализации. То есть, для чего мы призываем всех заниматься собой, любить себя, изучать, делать натальные карты, познавать себя, рассматривать любовь с точки зрения семь этапов структурирования. Сейчас мы выполняем с Женей именно социальную, скажем так, как миссию самообразования, самопознания, повышение, скажем, уровня жизни, повышение вибрации сознания относительно себя в отношениях, как нам стать не жертвами, а как нам стать творцами своей судьбы и своих отношений. И именно для этого мы придумали такого рода дисциплину на регулярной основе проводить в клубе Кейт Спирит. В частности, это божественные игры, такие как игра Лила. Вот мы с Женей в нее играем уже 10 лет. Раньше Женя играл только со мной индивидуально, комментируя каждый мой шаг в бизнесе, в создании клубов и так далее, и так далее. А теперь мы расширились до мировых масштабов, и мы теперь проводим эти игры по всему миру. Вот совсем недавно проводили в Турции на регулярной основе, в Арабских Эмиратах, на Бали и сейчас в Америке. И всех вас приглашаем играть с нами, становиться людьми мира и вкладывать свой, свою социальную лепту в построение общества и создание платформ, где люди созидают друг друга. Женя, твое слово, пожалуйста. Да, я на самом деле так полностью я понимаю, о чем ты говоришь. И самое главное, что так мир состоит, что мы встречаемся с этим миром как со своим зеркалом. И мы до какой-то степени начинаем облагораживать друг друга. То есть если любая женщина стоит перед зеркалом, ей что-то нравится, что-то нет, она начинает подкрашиваться. И тем самым она, конечно, что она хочет? Она хочет влиять на этот мир таким способом, чтобы мир в нее верил. чтобы то, из чего она состоит, действительно было качественно. То есть не подделкой, все-таки качественно. И, конечно, уж если мы говорим об отношениях вот на уровне красного манипура, чакры, это как два тезиса, которые встречаются, и они между собой начинают спорить. Один говорит, я прав, другой говорит, нет, я прав. И в любом случае из этого происходит синтез. Наш синтез между мужчиной и женщиной происходит уже на уровне четвертой чакры. Как раз анахата, она венчает вот этот принцип и уровнем любви, и уровнем такой спокойной уравновешенности. потому что это центральный наш канал, в котором соединяются верхние и движения нижней энергии. Они пересекаются друг с другом и наполняют как инь-янь. И как раз этот потенциал мы воспринимаем уже в отношениях как некое терпение. Потому что кого я люблю, я уж точно выдержу, потому что я люблю тебя терпеть. Знаешь, я люблю слушать тебя. И естественно, мужчина... Скорее даже не столько терпения, сколько смирения. Потому что это наше эго любит якоть. А на самом деле смирение это и есть путь, духовный путь. Когда ты принимаешь разность другой личности, ее потенциал и в состоянии принятия и безусловной любви это всеобъемлешь своим сердцем, своим сознанием и духом. В этом огромное таинство. И более того, как раз анахата чакра она у женщин является отдающей. И именно женщина создает ту атмосферу принятия, которая как, знаешь, вот как в перину вовлекает мужчину и дает мужчине возможность творить, быть творцом, быть строителем этого материального мира. и Женя, если бы не ты, потому что ты создал такие потрясающие марафоны, учения, сексуальные тотемные животные, тантра, йога, семь уровней любви. И вот сейчас игролила, друзья, на которую мы вас всех приглашаем соприкоснуться с гением Евгения, послушать себя на семи чакрах, послушать свое внутреннее состояние, как оно вибрирует на семи разных уровнях восприятия себя, партнера, отношения, бизнеса. Обязательно для того, чтобы быть успешным во всех семи сферах жизни, очень важно играть в такого рода духовные игры. И вот мой один из самых дорогих, самых ценных проводников в этот мир духовности является Евгений Лепихин. Друзья, записывайтесь в клуб Кейт Спирит и ваша игра начнется, потому что мы на регулярной основе это проводим. К сожалению, моя жизнь дала мне некую обратную связь. Поиграв только раз в игру Лила, результат настолько он есть, но этого недостаточно для того, чтобы быть человеком мира, для того, чтобы быть счастливым именно во всех семи сферах жизни. Для этого нужно играть регулярно. Вы знаете, для того, чтобы обладать красивым телом, недостаточно один раз в жизни позаниматься йогой. Нужно заниматься интегральной йогой каждый день, а желательно два раза в день как минимум. И именно это расписание вас ждет в клубе Кейт Спирит и регулярные игры, которые будет с вами проводить Евгений Лепихин на возвышение сознания, на то, чтобы вы, расширяясь сознанием, видели более высокий уровень развития ситуации. И тогда вы поймете, что проблема никогда не решается на уровне ее возникновения. Поэтому любую проблему, любую конфликтную ситуацию, любую депрессию, унынию можно решить астрологической картой. И Евгений за это ответственен. Женя, и мы переходим на более высокий уровень чакры. Расскажи, пожалуйста, что у нас происходит на Вишутхе в рамках семи уровней любви. Да. Ты знаешь, когда мужчина и женщина договорились, и они друг другу не противостоят, а созидают, наступает следующий этап, который уже переводит их уважение к судьбе друг друга. И когда мы друг друга уважаем, мы не врём друг другу. У нас нет желания за счёт другого, скажем, решать свои проблемы. Любовь с нами сделала своё дело. Да, здесь нет стяжательства, да. Она нас переварила в новое такое сублимирующее качество между друг другом. И как два росточка друг с другом мы начинаем знаешь, как взаимодействовать. Да, мы взаимодействуем. И вот здесь на уровне Вишутха чакры с нами происходит синхронность. Эту синхронность мы видим, когда люди поют в хоре. То есть никто никого не перебивает. Правильно? В унисон. Да, это правильно, унисон. Это то, что с нами происходит. Мы становимся одним оркестром, который играет одну музыку. Он может быть разным. Ты можешь быть скрипкой, я могу быть труба. но если мы играем в унисон на одной частоте, ну можно так сказать, мы не фальшивим. И вот эта не фальшивость, это и есть ценность нашего тандема, который медленно, но уверенно уже перетекает совершенно как новое русло и действительно образуется дружба. Дружба между двумя людьми, которые стоят спина к спине друг друга. Они защищают тылы и в то же время идут к одной цели. Это уникально, что любовь на самом высшем своем эталоне обладает вот этой божественной дружбой. Я знаю твою душу. Знаешь, как помнишь в аватаре «Я тебя вижу». Если это произошло, то естественно нечто божественное с нами делает и творит как ему угодно. И мы этому уже не сопротивляемся, потому что это и есть наша природа. И когда уже мы говорим о сахасрара чакре, той, которая нам дает высшее понимание нашей космической игры, да, это наша миссия, которая перекладывается на тебя. Ты становишься моей энергией, а я становлюсь твоей энергией. И здесь происходит вот это величественное соединение двух энергий, мужская и женская, больше, ну, скажем так, не мешают, а не только лишь усиливают друг друга. И в этом ключе, конечно, сама любовь и проявляется. Теперь действительно тот, кто научился служить, тот действительно может потом прийти в духовный мир, потому что он там нужен. Он состоит из той субстанции, которая связана с миссией служения, миссией отдавания. А служение это и есть очищение. энергоцентров. Более того, на друге тренируемся, влюбляемся, живем. Хочется добавить, что на уровне вишутхи здесь мужчины являются отдающими. И обратите внимание, все выдающиеся творцы, допустим, поэты, художники, преимущественно, конечно же, это мужчины. Но женщина, женщина, она созидает творца. И для женщины очень важно понять свою самооценку, осознать, свои границы. Женщина сама есть произведение искусства. Может быть, поэтому она так не вкладывается в живопись и поэзию, как мужчины. Но при этом задача женщины обрести себя, обрести свой стержень, так называемый свой лингом обрести, на котором будет зиждиться ваша самость, ваша уникальность, ваша уверенность в себе. Таких женщин, конечно же, не бросают. И именно такая женщина по праву и по силе может поддержать выдающегося мужчину-творца. И такие тандемы, творческие союзы, например, Спиваков и Сати, я все время думаю, либо, допустим, Галина Вишневская и ее доблестный супруг Растропович, тоже выдающиеся союзы, которые именно на Вишутха чакре поддерживали друг друга. Это люди не только творческие, но и мощнейшие тандемы, которые менялись сами, за ними следил мир, и они меняли общество. Такой же тандем мы с Евгением представляем в области именно духовного самопознания. Как видеть тонкий план развития отношений, развития бизнеса, познания себя. Это очень-очень важно. Для этого нужно проводить медитации, погружаться внутрь себя, проводить время за рассуждениями со своими духовными учителями. И именно такую платформу и такую атмосферу мы предлагаем вам в клубе Кейт Спирит. Друзья, вы знаете, совсем недавно Евгений со мной играл индивидуально, и это стоило 100 евро, как стоит его консультация часовая. Потом мне в какой-то момент захотелось поделиться с этим миром. Я стала приглашать в свою игру своих клиентов, которые со мной, допустим, обучались на коучинге. Но даже потом мы выросли из этого формата и людей, которым интересна эта игра и хочется вовлечься в эти энергии и заниматься самопознанием. Стало еще больше, и эти люди живут во всех уголках этого прекрасного мира. И тогда мы подумали, надо сделать зум участия, и тогда все люди мира могут участвовать в этой игре. И теперь мы такой формат вам предлагаем в рамках клуба Kate Spirit, где участие на месяц стоит всего 990 рублей, и вы можете быть участниками этой божественной игры, соприкоснуться с энергией Евгения, и более того, всем членам клуба 50-процентная скидка на анатальную карту нашего божественного учителя. Поэтому спешите зарегистрироваться, и ваша духовная трансформация начнется прямо сегодня. И мы переходим на уровень адждичакры, нашего сверхсознания, нашего стратегического мышления, более того, нашего интеллекта, и духовного просветления. расскажи, пожалуйста, об этом уровне. Ты знаешь, аджней управляет солнцем. Это особенно в фейс-йоге это определяется лбом. Лоб на самом деле или человек, это и есть показатель нашего солнца. Мы когда соприкасаемся друг с другом на уровне солнца, то в этом ключе и есть соединимость нашего сознания с сознанием. То есть почему именно дружба является принципом построения отношений между людьми. Потому что на этом уровне адждичакры мы дружим друг с другом во имя любви. И это и есть принцип аджны. потрясающе. Также она отвечает за интуицию и эта чакра у женщины отдающая. Именно поэтому женщина даже не зная законов бизнеса, экономики, математики и чего-то еще, она просто интуитивно двигается по жизни и ее энергия она настолько востребована, что жизнь делает, жизнь настолько нас помогает, что делает из нас вот этими неуязвимыми, просветленными эко-людьми, людьми мира, которая женщине стоит только помыслить и все реализуется. Если ей хочется комфорта, он приходит ей. Женя, вот тому яркий пример моей жизни. Ты знаешь, я оставила все свои накопленные богатства, недвижимость, машины, квартиры, драгоценности, все оставила в России. И волей судеб так получилось, что я теперь пилигрим, который передвигается по миру. Но я должна признаться, что куда бы я ни приехала, меня уже ждут люди с таким уровнем материального достатка, с таким уровнем сознания, которые меня встречают на том уровне, которое для меня комфортен. И дарят все, что мне нужно, дают роскошные апартаменты, в которых я живу. И все происходит просто по мгновению волшебной палочки. И с каждой новой страной эти ситуации повторяются, и они все более интересны. И люди, которых я встречаю, они более статусные, эти божественные просветленные мужчины, которые мне помогают, которые говорят, Катя, давайте запатентуем все ваши знания. Я думаю, о, пресвятая дева, что я такого хорошего сделала, что меня такие люди окружают. И ты знаешь, и вот только на базе интуиции, все, что мне нужно, это открыть все, открыться всеми чакрами, энергетическими каналами, и просто безусловной любовью принимать тех новых людей, которые приходят в мою жизнь. И благодаря интуиции, которая мне подсказывает, как действовать, я создаю коалиции, коммуникации, коммунные сообщества, и чувствую себя в них королевой. Боже, и это роль каждой женщины, быть королевой, любить мужчину, и созидать это общество, служа миру своей уникальной энергии. Вот так раскрывается, друзья мои, аджни чакра на семи уровнях любви. Соответственно, переходя к последней чакре Сахасрара, это там, где уже нет отличия между мужчиной и женщиной, где мы одно целое, где нет недвойственности ума, где я понимаю, что Женя это часть моей души, где Женя понимает, что я это его женское проявление, и здесь нет конфликтов, здесь тотальное принятие, и здесь острая необходимость друг к другу, потому что успех Жени тотально связан с моим успехом, и если где-то я негодую, и где-то мне некомфортно, Женя это чувствует, и мне всегда звонит, и здесь вот именно единство и принятие вообще всего мироздания так такового, и любовь ко всему сущему, и к своему собственному проживанию, и созиданию вас, друзья мои, именно поэтому мы, вот все самое дорогое, что у нас есть, мы с Женей много путешествовали по разным странам, и вот все, что мы накопили, весь наш духовный опыт, знания в области эзотерических наук, мы с большим счастьем, благоговением делимся с вами через тот инструментарий, который у нас есть, а этот инструментарий представлен в виде телесных практик, астрологических карт, духовных игр, все, вся эта программа включена в клуб Кейт Спирит, поэтому любимые, не экономьте на себе, инвестируйте в себя, приходите в клуб, и у вас будет уникальная возможность слушать Евгения, играть в эти сакральные игры, слушать себя, напишите в комментариях, интересно, откликается, если да, ставьте плюсики, ставьте сердечки, Женя, тебе слово. Да, я всех приглашаю в наш клуб, в котором каждая женщина, каждый мужчина может открыться по-своему, потому что на самом деле клуб Кейт Спирит соединяет в себе такое разноплановое количество людей, которые между собой находят ту самую золотую середину, то есть кто-то западает на одном, кто-то на другом, но в то же время уравновешивает нас все-таки общение. Когда мы друг друга умеем слушать, мы слышим, и самое главное, что мы слушаем друг друга. Это и есть главная, наверное, оценка, которая есть у каждого в клубе. На самом деле мы все находимся в каких-то обществах, которые так или иначе друг с другом взаимодействуют. И вот этот и есть принцип синтеза, который происходит на уровне анахата чакры, как раз он должен создать идеальное партнерство. И этот мир, в котором мы живем, он так уж устроен, что мы перетекаем из одного в другого. Я наполняюсь Катей, Катя наполняет со мной. В то же время это общество, в котором мы созидаемся. И хочу сказать, что уж если на данный момент солнышко у нас уже пошло и переходит в Овна, то естественно самый высший пик, о котором мы говорили, как Аджначак, Крадруба, он будет в силе. То есть та самая сила мира, которая идет через Солнце, она будет нас объединять. Поэтому, друзья, девчонки, соприкасайтесь друг с другом. у нас до 20-х чисел апреля такая мощная волна на взаимодействие в дружбе, которую нужно поймать как серфингист волну. Ищите друг друга, ищите, ловите, держитесь друг за друга и объединяйтесь. Это единственный важный ключ, который действительно вас будет созидать. Женя, все остальное индивидуально, но самое главное научитесь дружить. Сейчас происходит этот божественный посыл. Скоро Пасха, кстати говоря, то есть мы до какой-то степени очищаемся, но все равно самое главное очищение мы ловим друг от друга. Как мы с кем общаемся, так и накаляемся. Женя, ты мой самый чувственный накал на духовную трансформацию. Я так благодарю тебя, что ты есть в моей жизни. Друзья, а я хочу развенчать вам тайну. Вот как сегодня началось мое утро. Да, конечно, йога, йога, фейс-йога. Видишь, как сопровождают звуки? На самом деле, вот не секрет, что сегодня мое утро началось с астрологической карты Евгения, и он очередной раз прочитал мне натальную карту. Друзья, год только начался, а это уже моя третья натальная карта. Я ее переделываю каждый месяц с учетом тех событий и тех, скажем, знаний, которые мне приходят в течение жизни. Допустим, сегодня я попросила Женю сделать аспект на передвижение, потому что, вы знаете, я сейчас живу за границей, и мне очень важно, чтобы Евгений помог мне простроить мою экологию передвижения здесь, визовые дела, документы. И после такого конструктивного общения, когда Женя видит, какие планеты расположены, что в каком доме происходит, соответственно, мне проще принять решение. Вот видите, как сейчас накаляется именно ситуация, потому что действительно, это очень-очень важные энергетические практики, которые дают силу, воодушевляют тебя на великие свершения, на то, что ты неуязвим, что о тебе заботится планета, о тебе заботятся твои друзья, твои астрологи. Недаром даже в Древнем Китае 6000 лет назад у каждого императора был свой наместник, был свой духовный гуру, и это астролог, который рассказывал ему о тех динамиках, которые происходят в астральном мире, а мы живем по принципу и подобию соответственно наших великих светил. Женя, спасибо тебе за эти лекции, за 7 уровней любви. Мы все встретимся на божественной игре Йога-лила в клубе. Оставляйте заявки и ждем вас в зуме. Женя, а мы не прощаемся, мы увидимся в клубе. Я думаю, что мы сделаем астропрогноз на апрель, да, в ближайшие дни. Да. Благодарю.